Это проект «Место происшествия» на Первом городском канале, и мы продолжаем выпуск. В суде вынесли приговор бывшему футбольному фанату Кировского «Динамо» Максиму Ковтуну, однако задержали его за преступление, никак не связанное со спортом. Он придумал хитроумную схему хищения продуктов из магазина. Если бы не камеры наблюдения, Ковтуна вряд ли бы поймали. О нюансах преступления и итогах приговора вы узнаете в следующем материале. Поход в магазин Максим начинал как обычный покупатель, вот он в серой куртке и бейсболке. Всегда якобы занят и разговаривает по телефону. Парень набирал полную корзину продуктов, но не торопился идти на кассу. Весь этот набор он оставлял у входа в торговый зал, потом брал пустую корзину и вновь набирал продукты. А дальше происходило самое интересное. Вторую корзину Ковту наплачивал на кассе, затем шел к самому крайнему столику, ждал подходящий момент и забирал первую корзину. Гениальная схема воровства сработала. В этот день Максим вынес из супермаркета на улице Ленина продукты на сумму 3200 рублей. Недостачу сотрудники магазина заметили позднее, а потом с помощью камер рассекретили Ковтуна, а дальше стали ждать. В итоге через 17 дней воришка вновь пришел за покупками. На этот раз сотрудники были готовы и нажали тревожную кнопку. Ковтун проделал тот же самый трюк, и когда он забрал вторую корзину, к нему подошли охранники. На этот раз ущерб составил 3600 рублей. Максиму пришлось признать свою вину. Но почему Ковтун, 26-летний сотрудник РЖД, инженер с высшим образованием, пошел на такую мелкую кражу? Возможно, сыграла дерзкая фанатская прошлая Максима. Как выяснилось, он был одним из организаторов клуба болельщиков футбольного клуба «Динамо Киров». В 2013 году областной суд ликвидировал эту организацию за экстремистскую деятельность. Пока все непонятно, и вот именно на этой стадии мы как-то хотим повлиять на руководство клуба, чтобы начали уже что-то делать. В итоге за кражу и попытку кражи Ковтун отвечал в мировом суде. Он искренне и глубоко раскаивался. Так как молодой человек ранее не был судим, ему по совокупности преступлений дали штраф 10 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия.